В прошлом видео мы купили почти новый «Москвич-2140». После небольшого ДТП дедушка поставил «Москвич» в гараж и 20 лет на нем не передвигался. Благодаря этому машина сохранилась на отлично. Несмотря на железный гараж, кузов без единого намека на ржавчину. Вместе с автомобилем нам отдали полный гараж, различные запчастей на «Жигули», «Москвичи» и даже «Победу», начиная от комплекта салона на «ВАЗ-20103» до хромированных колпаков на «Москвич». Машину мы приобрели еще осенью и зимой приступили к ее восстановлению. Ребята, наконец-то у нас дошли руки до «Москвича». Долго он ждал своей очереди. Сейчас снег немножко сошел, и мы решили его сделать. Как раз у нас освобождается наш мини-автосервис. Завалило его конкретно снегом. Александр у нас также специалист по «Москвичам» разных моделей. Сейчас он его заведет. А вот здесь даже уже песок какой-то золотой может быть даже. Судя по картинке, двигатель здесь на атомной тяге. Пошло топливо. Здесь ничего не течет. Заменили шланги, которые на стекле. Подкачали бензин. Подкинули аккумулятор, какой у нас был. А был у нас с «Ягуара». Пробуем заводить. О, с полуоборота. Первый выезд. Очень сомневаемся, что он выскочит своим ходом из сугроба. Но если не выскочит, дернем бегемотом. Вроде пошел. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сели прокатиться на нашем «Москвиче». До стоянки доехали без происшествий. «Москвичок» едет. И еще как едет. Что удивило? Потрясающая энергоемкость подвески. Ямы, лежаки. В машине ни по чем. Переваливается. Такое ощущение, что у них стоит пневма. Такое ощущение, что едешь в «Лексусе». Александр нас сейчас решил прокатить по стоянке. Я тоже сделал кружок. Машина мне очень понравилась. Так получилось, что в моей жизни было очень много машин. Но в основном эти были «Жигули». Всех моделей. Волги. Но «Москвича» у меня не было. Кстати, багажник с надписью «БелАЗ» заводской с Белоруссии. Сейчас проверим свечи. «Москвич» немножко подтраивает. Какая-то свечка. А может быть, провод работает не так, как надо. Это свечи новые. Но мотор требуется в регулировке. В частности, в настройке карбюратора. Александр предполагает, что карбюратор немножко погатит. Всю зиму «Москвич» простоял. Последний раз мы его заводили, когда перегоняли в наш сервис. Как видите, май у нас опять не задался. Пошел снег. Сегодня мы будем заниматься «Москвичом». Тормозами, жестянкой. Ну и, соответственно, хотя бы постараемся его сейчас завести. Вот оно, советское качество. С полуоборота. Мало где сейчас увидишь машину с передними барабанными тормозами. Сейчас даже задние уже дисковые. Разбираем, смотрим. В лучшем случае там все закисло, так как машина долго стояла. А в худшем случае придется все менять. Сейчас главный вопрос, где взять запчасти на «Москвич». У нас два крупных магазина около дома. Но, к сожалению, запчастей на «Москвич» там нет. Продолжение следует. передми тормозами все нормально теперь займемся с карбюратором машинка у нас не устойчиво работает посовещавшись мы подумали снять карбюратор и промыть его соответственно подкинуть новый ремкомплект устойчивую работу можно ждать на водопроводном шланге судя по фильтру тонкой очистки которые мы вытряхивали когда забирали москвич я представляю что может быть здесь карбюраторе ржавчина какие-нибудь ошметки и прочее лабуда как тут интересно ты посмотри как он может работать и посмотреть все же клёра забиты ты посмотри на дне песок он не будет никогда так работать ехать он не будет удивительно вообще как он сюда приехал очень хорошо выбираем карбюратор и удивляемся скажем отключенным винтиком и заклёрчиком все хуже и хуже фильтр тонкой очистки весь забитый здесь тоже в грязи как вообще завелся и доехал для нас вы все точно слышали про тренинг на финансовых рынках но больше чем уверен что никто особо не вникал в тему трейдинга pocket option это идеальный вариант чтобы понять как это работает здесь все просто все начинается с регистрации введя мой промокод гараж 60 вы получите 60 процентов первому пополнению на платформе pocket option огромное количество фичи которые отличают ее от других например крутая геймификация которая делает твой путь к заработку более интересным за торговые достижения активность вы будете получать очки опыта представленные на сайте в виде кристаллов а за них открывать сундуки с бонусами к последующими пополнениями также у pocket option есть сейф с накоплением 10 процентов годовых сейф открывается абсолютно бесплатно и дает возможность пассивного заработка немного поговорили о фишках pocket option теперь перейдем к самому главному этапу трейдингу даже особо не разбираясь вы можете хорошо заработать просто копируя сигналы в маркете чем больше стрелочек вы видите тем выше вероятность успешной сделки у pocket option огромная комьюнити трейдеров вы можете познакомиться с опытом трейдером делиться вашими достижениями и новостями из мира трейдинга хотите зарабатывать легко ссылку оставлю в описании под видео переходите по ней вводите мой промокод гараж 60 и получите 60 процентов первому пополнению нашли маленькую проблемку с поплавком раньше я же с таким сталкивался правда с газелей поплавок у нас потерял герметичность и стал уже не поплавком а якорем вернее даже балластом в общем с таким поплавком которым бензин карбюратор работает нормально не будет сейчас будем решать этот вопрос или найдем какой-нибудь карбюратором в тех залежах в багажничке или просверлим его и потом запаяем может быть найдем где-то старый карбюратор александр провел взыскание в нашем большом багажнике но к сожалению нашел то что надо нашли резину какие-то метизики карту белгородской области всем белгородцам белгородчанам привет кастрюлю но то что надо мы не нашли увы ах демонтируем бампер к сожалению после удара его загнуло и открутить нормально мы его не смогли пришлось отпилить крепление но бампер у нас сразу пойдет на свалку разберем полностью морду снимем битые фары решетку постараемся вытянуть фартук мотора и самое главное постараемся восстановить геометрию крыльев без покраски чтобы цвет у нас не отличался на наш взгляд у нас все получится надо немножко зацепить и их подтянуть хотелось здесь вот видно что его подкрашивали но это было давно и свет попали опа александр сегодня в ударе разбирает все попадается под руку одно крыло александр выправил прямо руками можно сказать золотые руки или молотковые руки теперь попробуем разобраться со вторым крылом здесь ситуация немножко похуже если не хватит рук у нас есть еще строительные струбцины их можно перевернуть и давить в обратную сторону поперев колеса оставили новый поплавок почистили шиклеры фильтр тонкой очистки собираем обратно меняем свечи старые свечи пришли в негодность изолятор пробит поставим новые dance и карбюратор явно обогател похоже мы как следует на старых свечах слишком большой зазор это слишком много для карбюраторного двигателя вот так выглядит днище нашего москвича посмотрите практически идеальное состояние свое время ему сделали хороший антикорр нет ни одной ржавчинки ни одного жучка немножко потеет задний мост и немножко даже не немножко конечно в общем наши коробки критические дни и и и снимаем кардан глушитель и коробку со снятием коробки есть проблема открутили все гайки кроме одной самой неудобной которая стала прокручиваться нас выручила сабелька спилили эту гайку и теперь дело пойдет легче как говорит александр медленно но верно идет демонтаж коробки отпилили в самом неудобном месте как обычно это бывает гайку сбили ее теперь снимаем коробку она немножечко тут прикипела параллельно ввиду отсутствие нашего опыта то это надо открутить то это открутить москвичами не занимаемся поэтому откручиваем снимаем все уже по факту когда что-то не снимается при помощи рук и какой-то матери все-таки мы сняли эту коробку возможно что-то сделали не так но ладно коробка уже снята теперь надо забрать и перебрать в коробке стоит еще старый древний графитовый подшипник как говорит александр и сейчас он занят съем корзины нашли корзину их тоже несколько вариантов сейчас поедем смотреть покупать но и заодно сравним чтобы все нормально подошло корзина и диск сцепления в принципе еще довольно таки нормальный поездить можно но раз уж сняли поменяем поставим новый чтобы нового владельца этого автомобиля было все нормально и он меньше отвлекался на ремонт автомобиля приехали запчасти для космича диск сцепление железная хватка волк сальники для коробки коробка у нас течет подшипник новый хороший железный долговечный как там и показали и виктор он же вектор корзина новенькая нулевая мух не сидела все запчасти обошлись нам в 5000 рублей мотор в очень хорошем состоянии запилов от старого сальника на коленвалу нету так что после установки нового течь ничего не должно меняем старый сальник на новый из-за этого у нас им было течь масло из коробки разъединяем коробку и колоком так будет легче ставить и заодно заменим салинкой снимаем старый выжимной под ним находится сальник и сразу после замены установим новую выжимную разбирая гаражи можно сорвать не хилый джекпот но буквально вчера я наткнулся на интересный сайт где также можно испытать судьбу и выиграть что-то интересное называется он мистери бокс онлайн и сейчас я лично это проверю пополним баланс 1000 на 5 чтобы наверняка чего-нибудь выиграть кстати пополнить можно через сбп что очень удобно пополнили баланс и у нас сегодня вечер фарта нам сразу дали бесплатный золотой бокс первого уровня открыть бесплатно ребята халява открываем и смотрим я вот хочу часы нажимаем и проверяем поздравляем вы выиграли берфон и шнур мелочь а приятно посмотрим другие боксы зайдем в каждый день открыть товары за 198 рублей рискнем надеюсь мы сегодня отобьем наши вложенные деньги и выиграем что-то реально стоящее так удлинитель 350 рублей тоже пригодится в гараже удлинитель на 5 гнезд вечер обещает быть томным и интересным так наушники хока поздравляем 507 рублей в нашу копилочку наушники мне в принципе не нужны но и всегда можно подарить кому-то из друзей или знакомым точно одному жене теперь попробуем другие боксы здесь есть алмазы 100 плюс каждый день вкусная . есть то давайте зайдем в топчик откроем за 396 здесь ставки уже как вы понимаете больше но и призы наверное лучше носа шнур у 107 да ладно ребята первый серьезный нормальный выигрыш поздравляем вы выиграли диджей осмо pocket 3 ребята ее цена 79 тысяч 800 рублей я не верю если мы еще реально ее получим я возьму ее в руки ребята в принципе то что вам не нужно какой-то шмурдяк можно все продать для этого переходим в личный кабинет здесь вы видите то что мы выиграли оставляем камеру так как нормальный ценный приз на остальное все можно продать продать баланс наш вернулся практически в исходное положение фактически если это все реально мы выиграли камеру всего до 900 рублей которые стоят практически 80 попробуем еще выходим главное меню давайте попробуем великолепный а здесь серьезные ставки 900 рублей рискнем колонка за 2200 рублей довольно таки неплохо у нас еще есть деньги на счету попробуем открыть еще раз ноутбук мси сворд 17 ноут ребята если это реально мы выиграли ноутбук я сам в это не верю мы выиграли ноутбук за 180 тысяч рублей но поверю тогда когда я все это дело получу и сам потрогаю своими руками спустя три дня приехали наши призы до последнего не думал что это реально спасибо мистери бокс онлайн за классные призы и быстро доставку смело могу вам рекомендовать этот сайт переходите по ссылке в закрепленном комментарии и вводите мой промокод макс 30 он даст вам 30 процентов первому пополнению что мы могли по жестянке сделали теперь вход идут профессионалы своего дела передний фартук не получилось отректовать на машине сейчас его сняли думали даже купить новый их было несколько модификаций к сожалению нашей модификации в москве мы не нашли купить можно других городов и стоят они каких-то гонских денег районе 10-15 тысяч мы смысла не видим такие деньги отдавать так что сейчас рихтуем там старый думаю что он получится нормально еще приятный момент когда разобрали машинку увидели что все скрытые полости обработаны антикором или текстолитом каким-то сложно сказать как это называется что это было но ржавчины нет все загрунтовали и теперь будем наносить базовый цвет сейчас очень сложно найти акрил под цвет но мы нашли установ в подборах делают базу под лак но тогда потеряется аутентичной краски меняем масло с трудом открутили пробку кто-то и затянул со всей дури пришлось взять удлинитель не в виде трубы опа потекло ловим струйку посмотрите какое черное грязное масло а капает 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 все собрали залили новое масло и сейчас у нас будет пробный запуск 1 поехали в светлое будущее как сказал наш один лысый товарищ в общем как то впечатление машине сцепление тормоза перевожу на более понятный для вас язык александру все понравилось он говорит состояние новой машины катаемся без капота обратили внимание что ремень у нас не натянут приводной а когда натянули ремень за скрипела затрещала помпа в общем это же на будет менять минус стоявших машин сначала она заводится а потом она практически вся разваливается начинает трещать греметь резинки все рассохшиеся сайлентблоки не держат и приходится перебирать практически все машину должна ездить а не стоять вот весь радиатор полного такого вот гауни а а а а а а а москвич нам подкидывает все новые и новые задачи как видите новых запчастей у нас все больше и больше меняем помпу старый вообще развалилась вот она а вот новая усиленная какая-то так пока снимали шланги обратили внимание что радиатор у нас тоже сдох вот здесь трещина или того вот этот патрубок железный отвалится сейчас будем решать и эту задачу возможно вот отвезем его на переуплотнение его запаяют или купим неоригинальный новый при помощи легкого постукивания помпа встает на место вот у два варианта или она станет на место или мы едем за новой помпой но я думаю что александр справится стало запаяли радиатор обошлось там все это дело полторы тысячи рублей сейчас будем собирать морду открашенную вот александр и уже сюда поднес ищет крепеж к ней сейчас прикинем и поймем попали мы в свет или нет скорее всего нет оп 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 и все на месте после дтп у нашего москвича были разбиты обе фары чтобы решить этот вопрос малой кровью мы решили переклеить стекла сейчас александр выковыривает стекла почистит герметик и будет переклеивать новые стекла вот такие фары у нас получились с новыми стеклами красота снимаем старые советские винтажные чехлы цвета мышки и готовим салон химчистки почти получилось стихами сидение пассажира хорошего состояния серединке дерюшка отформованная из винила подлокотничек подголовничек возвращаем обратно все в песке и пыли о вот так вот ребята бывает последний штрих о неожиданная находка камас утра шучу не камас утра акупунктура без иголок хаустон книжка типа сам издат печатали перепечатывали потом все это дело сшивали точки давления надавливание на голове о ноги руки локти китайская медицина время пришло заняться очисткой салона вы видите какая пыль где-то пыль где-то грязь где-то грибок где-то какая-то шерсть в общем закупились хорошо дорогой химии сейчас приступим наведению красоты на у нас очередные обновки для химчистки салона торнадор и пеногенератор задний диван у нас заплесневел чтобы мы обнаружили когда сняли чехол из медведя очень брызгаем пенку потом берем щеточку и втираем втираем вот так вот втираем пока диван не обретет состояние и блеск нового дивана 4 случается даже а пыль из сетки винила выбиваем торнадором и 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 пока наш талон обретает красоту и частоту мы бардачке нашли сервисную книжку ну сервисную книжку в понятие советского человека такую рукописную из тетрадочки самодельно где он записывал так работа проделана из машины 12 год замена масла в задние что-то это уже все даже все выгорело выполнены работы выполнены работы в общем работ выполненных было задумано много но ограничились замены масла последняя операция была замена манжета в главном цилиндре и прокачка вода качка а это что километраж литра а а тут еще подсчет бензина был 12 год все ограничилось двенадцатым годом прошло 12 наш родной бампер был вот в таком скотском состоянии поэтому купили новый бампер накинули старые углы пластиковые купили новые но вернее бушные клыки наши клыки были с отломанными болтами и они здесь провернулись в общем сделать их уже было невозможно по состоянию те клыки которые мы купили были еще хуже они были вот такие вот раздутые зажали в пресс привели их форму в общем любую деталь надо еще подгонять до нормального состояния единственная проблемка у нас сейчас с крепежом бампера как вот эти уши были согнуты мы сказать не можем наш жестянщик их разогнул более менее отрихтовал теперь нам надо вот эти кончики как-то согнуть чтобы попасть вот в эти дырочки в общем вот эта задачка нам как раз на целый день согнуть так чтобы все сошлось и к сожалению старые заломы мы не можем найти после всех работ решили помыть москвич начнем с мойки двигателя уберем все загрязнения по мотору и только потом помоем кузов закрыли полиэтиленом катушку и воздушный фильтр трамблер потом расстегнем и продуем табличка и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отмыли чисто трубочиста Вот такой чистый, красивый он у нас стал Помыли подкапотное пространство Здесь теперь все как у новой машины Не считая ни родного аккумулятора И отмыли кузов Теперь заводим и сушим С полоборота Немножко потраивает Возможно где-то в трамблер попала водичка Но это поправимо Вы помните в каком состоянии он нам достался Сбитой мордой Крылья мы растянули без покраски С одной и с другой стороны А морду собрали заново И покрасили передний фартук Получилось все отлично Ничего не отличается Все ровно Чист снаружи и чист внутри Салон как вы видите в превосходном состоянии Нет никаких трещин, потертостей Даже панелька у нас не лопнула Все как новое После того как мы сделали Москвич его отремонтировали На нем все прокатились И он всем зашел и понравился Сегодня у нас финальная проверка Примерка москвича девушкой Катерина уже подъехала И его осматривает Год назад я присматривала себе машину Для покупки на дачу Для того чтобы просто так покататься Так как живу в Москве Постоянно на автомате На ручной коробке ездить неудобно А вот погонять охота И вот ребята мне предложили этот москвич Но он был не на ходу Сейчас они его восстановили И посмотрим что будет Если мне понравится То я его возьму Поехали Трудный выезд Сначала по стоянке А потом усложним этот квест И выйдем в город Чтобы все было А тут стоящее Выезжаем в город на пробую машину на дороге Катерина уже осталась Ей надо все нравиться В этой машине будет бесплатный фитнес Во-первых Руль без метра усилителя Накачаешь руки Плечи Что еще? Ноги За фитнес еще платишь А то все бесплатно Представляешь? Плюс Внимание будет Лучше Здесь машину надо Отписная ловить Это на хорошей домарке Вот как-то А он едешь Он расслабился Здесь работает Здесь напряжение Руль крутится очень тяжело Русланяется машина Приятно Я подумаю Заехали на заправку Покормим наше животное Мензинчиком 92 Ну и Катерина сразу Все это дело заправит Если Катерина справится И заправит автомобиль То ей будет приездить Катушок Где бак? Сзади Да Вот в этой части бак? Здесь Нет Нет, вот сюда Здесь вот уже Горячее О, вот совсем горячо Да 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 Вот Ребята Катерина справилась Мы ей вручаем приз Петушок Держи Спасибо Получина покатались по Москве И сейчас Катерина скажет свой вердикт Вердикт Руль тяжелый Тормоза очень тяжелые При торможении автомобиль уходит вправо постоянно Моя первая машина была восьмерка Я на ней ездила долго Она была легкая Классная Быстро разгонялась Можно было на ней погонять Но на этой тяжело Она все-таки не для женских рук Буду искать автомобиль дальше себе Пока Москвич продажи Александр поедет на нем на рыбалку И расскажет о своих ощущениях Как раз посмотрим Проедет ли Москвич 500 километров Да Отвечая на ваш вопрос Вы постоянно спрашиваете Что у нас случилось с СААБом Дело было не в Александре Дело было в СААБе Очень долгая мутная история В общем СААБу восстановлению не подлежит И теперь у Александра вот эта прекрасная Ауди Которая по всем параметрам лучше СААБа Провожаем Москвич Надеюсь не в последний путь И что вернется Он не в таком состоянии как СААБ Пошли лесные дороги Взяли с собой лодку Палатки Гриль Спальные пешки В общем все что нужно для рыбалки Утром докупим на рынке Все что необходимо для ловли Прикормку Опарыш Кормушки И начнем ловить СААБа КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, добрались мы до нужного места Проехали за вчерашнюю ночь 220 километров Без каких-либо происшествий Конечно, очень устали Машина к таким поездкам совершенно не готова Чуть комфортнее телеги и лошади Но, тем не менее, испытание она выдержала Утром проснулись Единственное, что нас расстроило Потекло левое колесо Ушло полбачка тормозухи То ли попался бракованный цилиндр То ли что-то Непонятно, будем с этим разбираться Но пока нареканий никаких нет Сейчас едем на рыбалку Закупаемся в магазине необходимыми снастями Подкормками И выдвигаемся на водоем Взяли все необходимое Лодка Соответственно Пополняемые запасы для москвича Стульчик для рыбалки Гриль, который мы нашли в гараже Как раз сегодня испытаем Бегун Бегун Будем соембраняемые зелены А легган Будем сanç Bathe Земля Я купила Бегун Р cable Рада Пол Параст Бегун К Параст Параст ребята подъезжаем к первому серьезному препятствию для москвича вот здесь пусть и там подъем на гору сможет он заехать туда не сможет сейчас проверим впереди еще серьезные испытания посмотрим что будет дальше а а а а и а и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, добрались до нашего озера. Судя по разводам на воде, рыбы есть. Сейчас будем раскладываться. Лодка с тремя контурами. Дно, малый контур и общий. Пока качаем второй. Купили удочку по банке червя и опарыша. Дополнительные крючки и дополнительные грузики на случай, если оборвет леску. И пакет универсальной прикормки. Выходим на крейсерскую скорость. Развели подкормку в пакете. Сейчас она пропитается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова С лодки, к сожалению, у нас ничего поймать не получилось. Лодку постоянно крутит, поплавок сносит. Сейчас будем пробовать с берега. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас попробуем собрать гриль из 90-х, который мы нашли в гараже. И посмотрим, что на нем можно приготовить. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ставишь поддон и всего делов. Логика работы устройства проста. Сюда закладывается либо уголь, либо дрова. Когда это дело, все прогорает. Сюда устанавливается решетка. Можно жарить как в таком виде. Можно жарить и в таком виде. Нашли батарейки. Оказался, у него в комплекте есть электрический мотор. Воткнули батарейку, и гриль сам вращается. Наша курица уже не жарится, а горит. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова